Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. Сегодня начнем с трагедии, о которой я уверен слышал каждый. Бабий Яр. Одна из самых драматичных страниц Второй мировой войны. Казалось бы, массовые расстрелы на окраине Киева – дело рук немецких нацистов. Но вот только вопрос. Почему же страна, которая называет себя главным борцом с фашизмом, десятилетиями скрывала эту драму? Почему пыталась уничтожить одно только упоминание о трагедии Бабьего Яра? Зачем переписывала историю и прятала правду о жертвах? Катерина Павловская нашла много интересных фактов. Трагедия Бабьего Яра. Слышала одна такая пулеметная очередь. Почему московские победители фашизма пытались утаить правду о расстрелах в Киеве? Весь Яр после войны в 50-е и 60-е годы был залит редкими отходами производства кирпича. Уникальное свидетельство очевидцев о страшных событиях 41-го года. Вот так стоял человек, за ним ставили другого, потом третьего. Ну, насколько это возможно, одной пулей прошить сразу несколько человек. И как СССР залил бетоном место преступления и пытался уничтожить память? Она ведет нас через зеленую лжайку к неприметному уголку в Сырецком районе Киева. Именно здесь, на этом самом месте, более 70 лет назад стоял фотограф. Но видел он совсем не то, что мы сейчас. Эта фотография была сделана в 49-м году. Тяжелая по энергетике локация. В 49-м году перед фотографом лежал глубокий яр. Анна Камышан и ее коллеги-исследователи при помощи современных технологий восстановили точный рельеф того времени. Он изменился до неузнаваемости. Но нет, это не причуды природы. Яр, который называли бабьим, тщательно уничтожили по приказу наивысшего советского руководства, чтобы скрыть трагедию, которая здесь произошла. 19 сентября 1941 года в Киев железными колоннами вошли нацисты. Советские солдаты сдали Киев без боя. Но, уходя, заминировали административное здание в центре города. Уже на следующий день прозвучали десятки взрывов. Здание, где разместились солдаты вермахта, взлетали на воздух одно за другим. Горел крещатик. Через несколько дней немецкие оккупанты обвинили в подрывах киевских евреев. 28 сентября 1941 года на всех домах в городе появились такие объявления. Всем жидам города Киева 29 сентября явиться на пересечении улиц Мельникова и Докторовской. На самом деле Дегтяревской, но все и так знали это место. С собой взять теплые вещи, одежду и документы. Это место в то время соседствовало с железнодорожной станцией. Вероятно, чтобы люди подумали, что их просто вывезут из города. Рассказы были о нормальных немцах времен Первой мировой войны. Люди вспоминали, что были же немцы и не так давно, и немцы ничего плохого не делали. Ранним утром в назначенный день людской поток устремился со всех концов города. Народу масса была. Конечно, гул страшнейший, шум, тачки, подводы, машины. Все это вывозили. Прямо целыми домами некоторые нанимали себе машины. По объявлению нацистов собирались в основном женщины и дети. Мужчины давно были на фронте. На этом перекрестке ничего не свидетельствует о прошлой трагедии. Но 29 сентября 41-го здесь собрались десятки тысяч людей. Их чемоданы и узелки свидетельствовали о готовности к переезду. Многие пришли заранее, боясь опоздать на поезд. Паники нет, даже когда люди проходят первое нацистское оцепление. Это реконструкция более-менее точная. Видно, как здесь есть такой милитаризированный барьер. Куча немцев стоит, пропускающих дозировано по 200-300 человек. Дальше немцы приказывают людям оставить вещи. Те еще ничего не подозревают и подчиняются. Современные технологии позволяют создать 3D-модель той реальности. Здесь были большие горы вещей, которые люди покидали и шли уже дальше у Баби Яру. Но ни одна сверхсовременная технология не способна воспроизвести эмоции людей, которые, услышав первые выстрелы, понимали. Дальше дорога в один конец. Яры начинались от нынешнего памятника. Жертв Бабьему Яру тянулись на протяжении всей улицы Елены Телиги. Хотя ее тогда тоже еще не существовало. Это была очередь за смертью, обнаженная, с маленькими детками на руках, со стариками, которые ковыляли, еле шли. Вот они шли дальше по направлению оврагов. То, что происходило дальше, невозможно постичь здравым умом. Вот так стоял человек, за ним ставили другого, потом третьего. Но, насколько это возможно, одной пулей прошить сразу несколько человек. Вдоль всего оврага, вот такой цепью, шеренгой такой. А с противоположной стороны стояли вот эти особо подготовленные войска СС и СА. И они оттуда строчили по этим людям. Я выбросила паспорт и прошла палочный бой. Меня тоже били, как и всех. Но я прошла гордо. Я не упала. Архивные кадры, снятые для так называемого киевского процесса, Владимир нашел случайно и сразу узнал главного свидетеля. Меня прямо все задрогнуло. Я слышал волосы своей матери. Его мама Дина Проничева, актриса кукольного театра, никуда ехать не собиралась. Пошла проводить маму, отца и сестру. Дома остались четырехлетняя дочь и двухлетний сын. Слышала мама такая пулеметная очередь. Невероятным чудом молодой женщине удалось спасти из котлова на смерти. На суде в 46-м она расскажет то, от чего даже у судей будет стынуть кровь. Нас выстрелили на очень маленьком выступе, в котором едва можно было удержаться. Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целая вечность. Но я упала на трупы. В последствии девушку прятали соседи. Те, кто помогал евреям выжить, рискуя собственной жизнью, со временем назовут праведниками. Я себе представляю этот ужас. Что нужно пережить, когда если бы попался полицай, тут же расстрел. Сейчас здесь типичные советские хрущевки. Улица Ульжича когда-то так и называлась – Бабий Яр. А до этого здесь был частный сектор. Его жители и будут давать первое бесценное показание. Это еще один свидетель киевского процесса. Профессор-зоолог Владимир Артаболевский. Стояла подвода с ошенью. А на этой подводе стояла женщина. Старая, старая женщина. Она кричала по евреям. Но вся ее фигура выражала такой безумный ужас. Кровавые расстрелы первого дня педантичные немцы закончат ровно в шесть. Заботливые командиры выдадут им шнапс. Однако он не поможет убийцам крепко спать. По воспоминаниям очевидцев, той ночи офицеры кричали во сне. Один в горячке начал палить из пистолета по спящим сослуживцам. В первый день нацисты расстреляли около 22 тысяч человек. И на следующий день, 30 сентября, расстреляли еще около 12 тысяч человек. Всего было убито 33 771 человек. По расчетам исследователей, чтобы убить столько людей, к расстрелам были привлечены около двух тысяч солдат. Конвой находился на расстоянии примерно 70-90 метров от ямы. Мне лично было приказано расстреливать. Сколько вы так расстреляли? Во Львове 120 человек. Такие детали обер-ефрейтор дивизии СС будет рассказывать на все том же процессе. О расстрелах в Западной Украине. На этом суде к смертной казни приговорят 16 нацистов. Но ни одного из так называемой зондеркоманды, действовавшей в Бабьем Яру. Это общая таблица, в которой содержится общая информация об именах жертв Бабьего Яра. Мы можем видеть фамилию, отчество, адрес проживания, национальность, род деятельности. Руководитель проекта «Имена» Анна Фурман показывает оцифрованную копию архива со списком расстрелянных. Таких документов о жертвах сотни. За десятилетия после трагедии они даже не были собраны воедино. Не то, что исследованы. Только сейчас данные о расстрелянных начали собираться по крупицам. Я когда-то интересовалась поиском документов по поводу моего дедушки, который был репрессирован советской властью. В этом и возник интерес к старинным документам. С сентября 1941 по ноябрь 1943 в Бабьем Яру были расстреляны более ста тысяч человек. Это установила Государственная комиссия СССР после освобождения Киева. Казалось бы, победители фашизма должны были вписать это преступление во все учебники истории, чтобы такое никогда не повторилось. Но что же вместо этого? Место трагедии советы превратили в обычный парк отдыха. Сам Яр за эти годы изменился до неузнаваемости. Никаких песчаных карьеров, как на фото. Однако и сверху видно – сейчас это равнина. Весь Яр после войны в 50-е и 60-е годы был залит редкими отходами производства кирпича, так называемой пульпой. Затем засыпан сверху грунтом, высажены деревья. Советская власть в буквальном смысле бетонировала любые упоминания, расстрелянных в Бабьем Яру. Страна Советов разгоняла тему антисемитизма. И мученическая смерть тысяч евреев просто не вписывалась в идеологический концепт. Кроме того, в Бабьем Яру нацисты расстреливали украинских националистов, тех, кто боролся за восстановление украинской державности. Здесь была убита поэтесса Елена Телиха с мужем, а также тысячи обычных мирных жителей, брошенных властями в оккупации. 41-42 год – это были страшные годы поражения Красной Армии. И, безусловно, кому-то было нужно отвечать, почему десятки миллионов людей остались в оккупации, почему они были не защищены, оставлены без продуктов. Про это просто не говорили. Освобождали Киев, кстати, по приказу Сталина к празднику. Вождь поставил цель к 7 ноября. Чтобы выполнить ее, советские полководцы положили 400 тысяч солдат. Это официальная цифра. Современные историки называют в два раза большее количество потерь. Человеческие жизни для кремлевских лидеров всегда были расходным материалом, необходимым для реализации своих целей. Катерина Павловская, Исторические факты, ICTV. Армия мародеров. На оккупированных территориях российские военные ведут себя как обыкновенные бандиты, воруя все, что под руку подвернется. И речь ведь не только о унитазах или чайниках. Тырят сторонники русского мира куда более ценные вещи, многими из которых цены нет. После освобождения Херсона весь мир увидел местный краеведческий музей, где до российского вторжения было порядка 170 тысяч уникальных экспонатов, а после бегства оккупантов их осталось несколько десятков. К сожалению, такая судьба постигла все музеи или картины галереи на оккупированных территориях. И этим российская армия, кстати, похожа на нацистов. Они также занимались грабежами, вывозя ценности с территории Украины. Золото, картины, древние артефакты. Под финал Второй мировой, когда было понятно, что дни Третьего рейха сочтены, стартовала операция эвакуация. Награбленное свозили в порты и загружали на подводные лодки. Куда они направлялись потом? И что за груз может быть на потопленных нацистских субмаринах, обнаруженных несколько лет назад у берегов Турции? Вот вам исторические факты от Александра Мельникова. Сенсационная находка в Черном море. Утерянный флот Гитлера. Кто и почему потопил тайную немецкую подводную эскадру возле Турции? Там очень много было нацистов, они бежали. Куда нацисты вывезли украинское золото? Украинское золото пропало весной 45-го года. И как американец нашел потопленный нацистами корабль, на борту которого находится самое большое сокровище за всю историю морских поисков? Это уникальные кадры, облетевшие весь мир. В 2019-м батискаф на глубине 50 метров нашел субмарину Ю-23 из так называемого потерянного флота Гитлера. Так прозвали 30-ю флотилию из трех подлодок, исчезнувших в 1944 году. Их обнаружил морской инженер и дайвер Сельчук Калай у берегов Турции. Субмарины обнаружили благодаря карте, на которой командир одной из них обозначил место выхода экипажа на берег. С этими данными и современным оборудованием мы обнаружили утраченный флот Гитлера. Немецкие субмарины доставляли в Черное море по суше, разобрав на части. Спецоперация была совершенно секретной. Затопили субмарины на исходе войны. По официальной версии, за приближение советских войск к руменскому порту Констанца, где они в то время базировались. Но есть и неофициальная версия. Возможно, именно ценности на борту заставили немцев избавиться от лодок. И на субмаринах был не только драгоценный металл. Редкие произведения искусства – картины известных художников. Для немцев они были не менее ценными, чем золото. Их тщательно описывали и вывозили с оккупированных территорий, в том числе и из Украины. Отправляли ценный груз в основном в Берлин. Но часть ценностей после войны оказалась даже в Южной Америке. Как картины из хранилищ Третьего Рейха оказались на другом конце света. К концу войны нацисты активно использовали подлодки для транспортировки высокопоставленных чиновников и ценных грузов подальше от Европы, где за нацистской верхушкой устроили охоту. В 1944 году Гитлер отдал серию секретных приказов об эвакуации ценностей Рейха в другие страны, в страны-союзники. В основном это была Южная Америка – Аргентина, Чили, Парагвай. А вывозить было что. О золотых запасах Третьего Рейха ходили легенды. И небезосновательные. Ценностей и заграбленных нацистами стран было достаточно, чтобы купить себе свободу, безопасность и даже целое государство. С помощью этих денег и ценностей пытались создать новый Рейх. Доставить к берегам Южной Америки сокровища Рейха можно было только морем. И субмарины идеально для этого подходили. В отдых около Латинской Америки действительно есть немецкие субмарины, убежден известный телеведущий Константин Стагни. Видел их сам во время собственного расследования. В Чили, в бухте Концепцион, находятся затонувшие германские лодки, где мы погружались. Также в Аргентине. Это уже исторический факт, что спустя три года после завершения мировой войны там были арестованы и ФБРовцы вывезли экипажи трех субмарин, принадлежавших конвою фюрера. Там и ныне целые немецкие поселения латиноамериканские страны легко могли предложить нацистам убежище в обмен на солидное вознаграждение. Бежало руководство высшего эшелона Третьего Рейха. Другое дело, кто им помогал. Может быть, какие-то мировые империи помогали бежать в обмен на секреты? Побережье Дании. В 2018-м сотрудники тамошнего военно-морского музея на глубине 123 метра обнаружили немецкую подлодку. Ее затопил британский бомбардировщик. Это одна из самых современных субмарин того времени. В прессе сразу заподозрили, что это могла быть лодка, на которую попытался бежать Адольф Гитлер вместе с золотом Третьего Рейха. Вот что ответил на наш запрос директор Датского военно-морского музея Герт Норман Андерсон. Найденная подлодка использовалась в качестве учебной лодки, но 5 мая, еще до завершения войны, кто-то из немцев решил на ней убежать. Почему бежали и куда держали курс, никто не знает. Бегство самого фюрера на такой субмарине маловероятно, а вот чины помельче вполне могли, и мы нашли потенциального кандидата. Бывший рейхкомиссар Украины Эрих Кох. Возможно, та подводная лодка, которая затоплена в районе Дании, может быть, она за Кохом и плыла. Но его предполагалось спасти, в том числе на подводной лодке. А вывозить нацисту было что. Гауляйтер активно занимался изъятием ценностей с оккупированных территорий, в частности из Украины. Интересно, что дата исчезновения вывезенного из Украины золота практически совпадает со временем, когда была потоплена подлодка у берегов Дании. Фактически Гитлер и его окружение готовили базу для нового рывка. Туда было переправлено очень много ценностей, в том числе и того, что было украдено на территории Украины. Но действительно ли в затонувшей субмарине есть ценности, мы, похоже, так и не узнаем. Поднимать ее не собираются, ссылаясь на солидную глубину. Тайной остается и судьба трех вагонов золота, вывезенного из Украины. Но не только у нацистской Германии море отобрало поразительные ценности. 2012 год. Атлантический океан. Американский кладоискатель Грег Брукс с командой находит британское судно Порт Николсон. Корабль якобы перевозил груз в платины стоимостью 3 миллиарда долларов. Находку тогда окрестили величайшим сокровищем за всю историю подводных поисков. Этой платиной Советский Союз должен был расплатиться с Америкой за поставку продовольствия и оружия во время Второй мировой. Но в 1942 году судно атакует немецкая субмарина и топит его. 71 тонна платины предназначалась для властей США. Рассчитаться за поставки оружия, сырья, продовольствия по программе Ленд-Лиза. Есть ли платины на борту до сих пор загадка. А вот английские кладоискатели нашли и подняли со дна морского берега Верландии 48 тонн серебра стоимостью 38 миллионов долларов. Клад перевозил британский транспортник, который утопила нацистская субмарина. Но все это песчинки море редко раскрывает свои тайны и еще реже делится своими сокровищами, которые покоятся на дне. Александр Мельников. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.